Он неизменно считается одним из лучших и самых влиятельных гитаристов всех времен. Джеффри Альтерл Бекк родился 24 июня 1944 года. Он начал петь и играть на самодельных гитарах еще в молодом возрасте. Бекк продемонстрировал уникальную способность подражать различным стилям игры на гитаре. Когда он начал свою карьеру в 60-х годах, Бекк использовал этот навык по полной программе. В 65-м году его друг, коллега Джимми Пейдж, порекомендовал Бека на замену Эрика Клэптона в группе The Yardbirds. Его время в группе было успешным и у них много классных было хитов, включая ковер-версию трека I'm a Man. В 1967 году Бекк собрал Джефф Бекк группы с такими участниками, как вокалист Род Стюарт и басист Ронни Вуд. За два года перед распадом группы они выпустили два коммерчески успешных альбома – Truth и Бек Ола, которые также хорошо были восприняты критиками. Бекк объединился с басистом Тимом Боггертом и барабанщиком Карменом Аписом, чтобы создать Бек, Боггерд и Апис в 1972 году. Хотя они были технически блестящими музыкантами, их единственный хит был кавером на трек Стиви Вандера – Superstition, и они распались в 1974 году. Первый сольный альбом Джоффа Бека – Blow by Blow – был выпущен в марте 1975 года. Этот альбом продемонстрировал мастерство гитаристов в жанре джаз-рок и стал его самым коммерчески успешным альбомом. Продюсер Beatles Джордж Мартин работал с продюсером и аранжировщиком Бека в записи. После тура в поддержку альбома он вернулся в студию для записи в 1976 году. К нему присоединился клавишник Ян Хаммер, который оказал ключевое влияние на звучание альбома. Он также сыграл важную роль в следующем альбоме Бека – There and Back. К началу 80-х годов Бек начал выступать на нескольких благотворительных концертах и даже играл с другими бывшими участниками Ярбердс – Эриком Клэптоном и давним другом Джимми Пейджем. В течение 90-х годов и в новом тысячелетии Бек продолжал сотрудничать с другими музыкантами. The Yardbirds были внесены в зал славы рок-н-ролла в 92-м году, а Бек был введен в 2009-м. В апреле 2010-го вышел его 10-й студийный альбом Emotion and Commotion. Спасибо за просмотр, дорогие друзья! Подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. С вами был канал Истории Факта Рока.